Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджи Ди. Ну что ж, у нас первый день, как все дети начали школу, все пошли в школу, в детские сады, и я вышла на пробежку, вышла в полном и гордом одиночестве, но взяла с собой камеру, потому что задумала записать это видео, прежде всего, когда прочитала комментарий под видео об обуви, которую носят итальянки, где очень многие спорили и утверждали, и говорили о том, что итальянка никогда не наденет китайского производства обувь. Я специально подошла к магазину, и из этого магазина я делала влог летом, я показывала, что мерила там туфли, не купила одни местного производства, они были кожаные, стоили чуть-чуть дороже, но мне не очень хорошо, не очень подошла модель, не очень плотно сидела ремешок на ноге, а другие мне понравились, но они не были кожаными, и они были китайского производства. Мне об этом прямо, честно и открыто сказал непосредственно сам продавец, она же является байером для этого магазина, она же является и владеетцем этого магазина, и именно с того момента я очень хорошо могу отличать даже на глаз обувь китайского производства от обуви не китайского производства, например, по подошве. Поэтому та обувь, которую я вам сейчас показываю, может быть обувью китайского производства, может быть и обувью местного производства, поверьте мне, если вы в этом не очень эксперт, как когда-то было со мной, вы не отличите. Но, например, вот эти макосины совершенно точно это местное производство, откуда я знаю, цена указана уже со скидкой и цена достаточно высока. Для меня это означает, что, скорее всего, это кожаная обувь. В то время как цена со скидкой на конкретно эти макосины, которые были только что несколько ниже, я могу предположить, что это тисненая все-таки, но не кожа, это какой-то эко-вариант, эко-кожа. И снова я хочу показать вам обувь, прежде всего, очень фактурную, очень итальянскую, которую, конечно же, любят итальянки. И эта витрина привлекла меня именно этим. И только потом родилась у меня как раз-таки идея показать вам не просто обувь со скидкой, сколько она стоит со скидкой, но и продемонстрировать вам так называемый смешанный ассортимент. Ассортимент, прежде всего, из разных производителей. Ну что ж, очень мне понравились эти ботинки. У них темно-красного цвета каблук и вот такая фактурная отделка, по-другому не скажешь. Я много раз говорила, что итальянки очень любят змею, леопард, зебру, прежде всего, в аксессуарах. И, конечно же, чаще всего, этот принт анималистичный встречается прежде всего в обуви. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мне бы хотелось вновь обратить ваше внимание на красивое сочетание трикотаж плюс трикотаж. Как вы видите, трикотажные изделия, прежде всего, разной фактуры очень-очень хорошо сочетаются. Это значит, что гладкая вязка, гладкий трикотаж будут хорошо смотреться с более фактурной вязкой, с более фактурным трикотажем. И шарф – это очень хороший способ добавить многослойности и добавить разной фактурности. Сейчас я покажу вам не очень, на мой взгляд, удачное сочетание гладкого трикотажа. Это водолазка, возможно, это водолазка без рукавов. И из такого же гладкого трикотажа кардиган. На мой взгляд, все смотрелось бы гораздо интереснее, если бы у кардигана была фактура, как у соседних свитеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА я пришла к мнению снимая стритстайл прежде всего что шуба из искусственного меха смотрится гораздо выигрышней и гораздо более благородно чем так называемое пальто тэдди либо пальто чебурашка как называют его в россии ну что ж снова леопард 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 его очень много но мне понравился вот этот мужской манекен потому что мне очень нравятся такие сочетания что на женщинах что на мужчинах мы видим классическое пальто плюс более чем классическая расцветка это клетка при этом сочетании так называемых спортивных штанов внизу на резинке и спортивной обуви ну и конечно же шапка с помпоном не устаю обращать внимание что шапки с помпоном очень и очень популярны здесь в италии и и снова идея для создания образов и ансамблей где компонуются сочетаются не более трех цветов цвета могут совершенно быть любыми и также несколько идей и несколько наглядных примеров как хорошо и выигрышно смотрится трикотаж плюс трикотаж фактурный трикотаж гладкий трикотаж разной плотности разных цветов такая игра фактуры текстур позволяет собирать очень красивые очень выигрышные образы снова леопард вот пожалуйста витрина магазина но у меня не возникает никаких сомнений относительно производства этих вещей точнее где они были сделаны этот ассортимент это безусловно производство сделано в китае откуда я это знаю я очень люблю ходить на рынке и очень часто я встречаю те же самые вещи которые потом вижу в магазинах это витрины конкретно эти сумки станут иллюстрации к видео которое будет посвящено очень интересной теме почему для нас женщин так важна брендовая сумка и еще один магазин еще несколько очень и очень красивых витрин и я уверена что ассортимент этого магазина но если не на все 100 то на 80 процентов это тоже производство китай при этом вещи очень красивые вещи очень современные это как они собраны и закомпонованы в ансамбле безусловно выше всяких похвал посмотрите пожалуйста на цены такие цены возможны только на вещи китайского производства это платье вблизи выглядит очень и очень неаккуратно сделано хотя цена достаточно высока но повторюсь я встречала и в одном из своих видео показывала как одно и то же платье которое я видела на море и там она стоила 30 евро в падуе а в центре падаю в магазине с похожим ассортиментом стоило 100 евро то есть больше чем в три раза дороже ну что ж обещанная и анонсированная в одном из недавних видео джинсовая рубашка посмотреть эта витрина очень красивая она закомпонована по принципу сочетание не больше трех цветов и деним здесь это самостоятельный цвет джинсовая рубашка вот из подобного темного денима прекрасно сочетается со всеми цветами при этом выглядит очень и очень необычно потому что повторюсь джинсовую рубашку модницы крайне редко используют вот с таким темно зеленым цветом а также с такой же насыщенностью цветом фиолетовым очень хорошо сочетается деним любого цвета а также внимание леопардовый принт а Дорогие зрители, напоследок витрина смешанная. Здесь представлены вещи Max Mara Weekend, также Penny Black, также Max Eco и чуть дальше будет витрина Marina Rinaldi. Здесь, мне кажется, удачным только сочетание пальто цвета Camel плюс брюки такого же цвета и трикотаж, подобранный практически тон в тон. А все остальное, на мой взгляд, является примером того, что одни и те же вещи, подобные вещи мы уже видели в паду совершенно точно. В общем-то, все зависит зачастую не от самих вещей, а от того, как мы их компонуем и сочетаем. Вот здесь выбор витринистов для меня на самом деле остался загадкой. Этот ансамбль с белым пальто мне очень и очень понравился. Вся белое пальто поверх вот такой яркой базы всегда будет смотреться очень хорошо. Не пугайтесь моего отражения в витрине. Дело не в том, что прошли праздники, а дело в том, что я очень хорошо утеплилась. Ну и это витрина Marina Rinaldi. В который раз мы можем убедиться наглядно, что модницам плюс сайз предлагается носить, ну, примерно все то же самое, что и модницам стандартной размерной линейки. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.